Шампанское выпито, салаты съедены, да и первая рабочая неделя уже завершилась. И уже полмесяца мы живем по законам нового года, юридическим. С 1 января вступили в силу правила, которые обсуждались еще в году минувшем, и которые касаются каждого из нас. Ксения Бородкина разбиралась в законных изменениях. Начнем с главного продуктов питания. Продовольственная эмбарго теперь распространяется не только на продукцию из стран ЕС и США, но и из Украины и Турции. В перечень запрещенных для ввоза продуктов входят мясо, чай, кофе, кондитерские изделия, спиртные напитки, сигареты и фрукты. Виноград, мандарины и апельсины. В связи с тем, что была не длительная логистика, это была недорогая позиция. Ну, сама по себе цене была она очень недорогой. В следующий момент, коль у нас данную забрали возможность, мы будем данные позиции привозить с других стран, но, естественно, уже будет с низкой иной ценой. Об отдыхе в Турции и Екипте в этом году россиянам тоже придется забыть. В свете последних событий, крушения российских авиалайнера и военного самолета, дорога нашим туристам туда заказана. Последний самолет из Египта приземлился в Новосибирске в начале декабря. Заемный труд в России в 2016 году также попал под табу. Привлекать иностранцев к работе могут только те агентства, уставной капитал которых не меньше миллиона. А малый и средний бизнес выступать в качестве агентов занятости теперь не смогут. Нововведения коснулись и сферы ЖКХ. Коммунальные платежи россиян станут больше. Увеличивается плата за тепло, воду и свет. При этом в Новосибирской области стоимость коммунальных услуг ниже установленного российским правительством потолка. Однако с нового года пени по долгам за тепло, газ, воду и электричество увеличатся втрое. Вступили в силу поправки жилищный кодекс. Изменения коснутся и управляющих компаний. Теперь за некачественное предоставление услуг или неверное начисление в квитанциях придется заплатить штраф в пользу жителей. С принятием 176 федерального закона, я так думаю, что управляющих компаний требования, конечно, усилятся. И управляющие компании будут находиться в некоем цепноте. Потому что, с одной стороны, то, что касается штрафов, это их подстегнет, и они будут более тщательно разбираться в той или иной ситуации. Ну, например, по качеству предоставления ресурсов, здесь, конечно, да, однозначно можно сказать, что управляющие компании будут обращать внимание и выписывать акты о несоответствии температуры, например, по горячей воде, ресурсоснабжающей компании. Вырастет в этом году и стоимость полиса ОСАГО. Оплата будет зависеть от штрафа за нарушение ПДД. Сейчас стоимость полиса рассчитывается на основе восьми коэффициентов, которые умножаются на тариф. К ним относятся возраст, стаж водителя, мощность двигателя, регион. Новый коэффициент приведет к увеличению стоимости полиса. В 2015 году в России была введена система Платона, обязавшая дальнобойщиков платить за каждый километр проезда по федеральной трассе. До 1 марта 2016 года за каждый километр пути дальнобойщики будут платить по 1 рублю 53 копейки. С марта плата увеличится до 3 рублей 6 копеек. А вот штрафы за нарушение ПДД с нового года уменьшатся вдвое для тех, кто оплатит их в течение 20 дней после составления протокола. Скидка не распространяется на тех, кто сел за руль в нетрезвом виде. Зато сдать экзамен в ГИБДД теперь будет сложнее. За неправильные ответы на экзамене по теории в нагрузку дадут 5 дополнительных вопросов. После сдачи теории начинающему водителю отведено полгода для подготовки к практическому экзамену. Ошибки караются штрафными баллами. С января 2016 года малые и средние предприятия, в том числе индивидуальные, не будут подвергнуты проверкам органами госконтроля. Налоговая поблажка продлится 3 года. В дополнение к этому вводятся новые правила предоставления налоговых отчетов. Так, по налогу на доходы физлиц вводится ежеквартальная отчетность. Расчет налога по новой форме нужно предоставлять в электронном виде. В 2016 году продлена заморозка накопительной части пенсии. Не продлит государственный срок перевода пенсии из пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды. А вот страховая часть пенсии россиян в 2016 году будет проиндексирована лишь на 4%. А работающие пенсионеры и вовсе останутся без февральского и апрельского перерасчета. Право на традиционный ежегодный перерасчет пенсий для них все же сохранятся и будут зависеть от суммы уплаченных за год взносов в пенсионный фонд. Ксения Бородкина. Итоги недели.